Как вы думаете, насколько мы древние? Ну, я имею в виду все человечество. Считаете ли вы, что человек находится на ранней стадии своего развития? Или может быть вы думаете, что человек вступил в пору зрелости и в дальнейшем все идет только к закату? Что человек подходит к своему финалу и через какое-то время он исчезнет с лица земли и больше никогда не возродится? Ну а как вам такой вариант? Человечество лишь выходит из раннего детства, и все величайшие свершения еще только впереди. Человечество сегодня лишь ребенок 12-летнего возраста, ну, по летоисчислению Вселенной. Ученые установили, что человек существует на Земле как минимум миллион лет. Но есть также тысячи подтверждений того, что человек создавал цивилизации гораздо раньше. И большинство этих цивилизаций ныне забыто. Их останки погребены на дне океанов, в песках пустынь, под горными хребтами. И тем не менее, несмотря на все эти поколения наших предшественников, человечество сейчас переживает лишь в пору своего детства. Почему? Вопрос, конечно же, открытый. Но есть ряд специалистов, которые идут против системы, и они нашли ответы. В любом случае, величайшие дни человечества только впереди. Все истинно грандиозные достижения человечества еще попросту не появились. Музыка будущего превзойдет творения величайших композиторов нынешнего дня. Моцарт, Бах, Петховен будут превзойдены, как и они в свое время превзошли своих предшественников. А литература будущего подарит такие шедевры, в сравнении с которыми творения Шекспира, Мильтона и других величайших светочей цивилизации будут казаться рассказами для детей. Искусство Древней Греции, непревзойденное до ныне, будет снято с видистала новыми волнами вдохновения. И все это, конечно же, найдет воплощение в будущем. Величайшие достижения современной инженерной мысли, это мосты, дамбы, самолеты, электроника, может быть, атомная энергетика, они покажутся детскими игрушками в сравнении с инженерией будущего. Но самое главное, это осознание человеком своей сущности, своего духовного мира, и оно вырастет до фантастических размеров. Религиозные гении прошлого окажутся пигмеями в сравнении с духовными лидерами будущего. Невероятные величественные достижения будут открыты гигантские источники силы и мудрости, к которым мы еще пока даже не притрагивались. Поэтому не тревожьтесь за будущее человечества. В рамках данных каждому нам лет, оно все равно останется непостижимым. Повернитесь лучше лицом к собственному будущему. Ну а если в целом, лучшее, конечно, впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова